МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас в эфире новины Витебской в области в студии Артур Смоляков с сегодняю выпуску. Старшиня Витебска Габбл Ваканкама Миколай Шарснеу и премьер-министр Словакии Роберт Фитца наведали суместное белорусско-словацкое предприемство на ТВ та у Бешанковичах. У вынику сустрейча досягнуты стратегичные домовленности. Витебский живописец Александр Салауё за значный особистый уклад у развития мастатства краины удостоенный ордена Франциска Скарыны. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Витебск живе у рытме АФМС. У столицы хореографии дают майстер-классы сусветно вядомые танцоры. Далегация Словацкой Республики начале со старшинёй Урада Робертом Фитцем разом со старшинёй Витебскага Габбл Ваканкама Миколаем Шарснёвым гэта хвилин и наведывают с предприемства Натювита у Бешанковичах. Гэта протяг офицейного визиту Роберта Фитца, який сёння сустракался с президентом Беларуси Александром Лукашенком и премьер-министром краины Андреем Кобяковым. У Бешанковичах обмерковываются суместные беларуско-словацкие проекты у фармакологии. Этот визит связан с тем, что словацкая сторона и желание словацкой стороны как раз-таки поддерживать те проекты, которые носят инновационный характер. Премьер-министр Словакии господин Роберт Фитца посетит научно-производственный корпус, который сейчас в стадии завершения своего строительства идёт монтаж оборудования. Мы надеемся, что до конца этого года мы успеем всё запустить и с начала 2017 года начнём производство запланированных продуктов по полному циклу. Поэтому сейчас в рамках визита будет ознакомление с тем, что уже сделано. Ну и кроме этого будут подписаны соглашения о развитии сотрудничества как раз-таки в области науки и подготовки кадров для фармацевтической промышленности и для здравоохранения в целом. Компания «Натевита» первая в Беларуси по выработке биотехнологичных сродков для лечения онкологичных захворваний. Словацкие бизнесмены выступают в проекте не только как технологичные, а и как инвестиционные партнёры. Зазначенный особистый уклад у развития мастатства краины ордена Франциска Скарыны удостоенный витебский живописец, член Беларусского союза Мастаков Александр Соловьёв. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. У вересни Александр Александрович отзнашил 90-годовый юбилей. И он народился в 1926 году, скончил Ленинградское высшейшее мастатско-промысловое училище, позднее Беларусский театрально-мастатский институт. С 1965 по 1997 год працавал мастаком-постановщиком национального академичного драматичного театра имя Якуба Колоса. За этот час Александр Соловьёв оформил больше за 130 спектаклях. Пошукись обеи творчие эксперименты научили ягу звучать реализм с абстрактным мастатством. Творчость мастера значна поуплывала на развитие мастатской культуры не только в Витебске, а и всей Беларуси, зарабивши Александра Соловьёва заслуженным деячим мастатства Украины. С каждым годом расте прыток туристов республіканского ландшафтного заказника Ельня. Кале три годы тому ягу наведывали до 300 человек, то сё лето уже каля полторы тысячи аматоров дикой природы. Для выучения биеразнастайності одного з буйнейших в Европе озерно-болотного комплексу для туристов организовують экскурсии, распрацовують пешие маршруты. Усяго тут 12 видов туристичных паслух. Сё лето презентовали яща один экологичный веломаршрут. В прошлом году мы разработали и в этом году презентовали для широкой публики такой экологический маршрут, веломаршрут, называется «Льнянская кругосветка». В том числе мы задействовали и потенциал Германовича, потому что когда начали копаться в исторических материалах, архивах и экологических таких интересных местах, то Германович – это вообще место шикарнейшее для дальнейшего включения каких-то маршрутов. В следующем году у нас разработан пеший маршрут, новый совершенно, тоже для Беларуси. Это созерцание, наблюдение, мест произрастания морожки. То есть мы обнаружили в другом своём заказнике большие, просто огромные плантации морожки. Это уникальная ягода для Беларуси. Она цветёт у нас, слава богу. То есть просто я знаю, что люди очень интересуются, и вот будет такой у нас отдельный экологический маршрут, именно такая пеший маршрут по болоту, второму болоту Мох в Мёрзском районе, где мы будем предлагать такую маршрут. Дякуючи финансовой подтримце, организованной в рамках реализации проекта ПРААН, Державная природоохолдная установа Ельня значительно умацевала свою материально-техничную базу. Тут створенный экологичный центр-заказник, одиничая, лепшая в Европе экологичная тропа по верховым болоте. Энергия життя и Чарнобыль. Сё лето спаунилась и 30 годов, с моменту трагеды на Чарнобыльской АЭС. Гэтая лечба и стала на годы успомнить, а сенсовать и подвести выники. Сваевы снова зарабил и фотомастак Семён Шауцов. На протягу 10 годов и он назирал, як меняется зона отчужения. Гэтая фотоназирание и он оформил у выставу. У своих творах фотограф подрабязна, распавядая про людей, которые сейчас там живут. Портреты детей и людей с талого веку. Миновито так, фотограф решил показать совесть помеж будущим и минулым. Однако у творах талиновитого фотомастаканья Маус вспоминал про трагичное минулое этого краю. И они показывают прыгожость, новокольного свету и житё, которое протягивается, не глядяши ни на что. Тут каждая фотография – это такая большая история. И у меня там связаны какие-то свои впечатления, свои воспоминания о каждой фотографии. Есть несколько семей, которые действительно интересны. Дети интересны. Я на протяжении 10 лет к ним езжу, я их вижу, вижу, как они растут, как они меняются. Такой взгляд со стороны и ещё со своей спецификой региона. Жизнь такая своеобразная. Мне безумно нравятся цветопередача. Семён действительно очень хороший колорист, я считаю. Мне нравятся дети здесь, которые представлены, потому что дети – это будущее наше. И понятно, что в Чернобыле тоже есть будущее. Фотоэкспозиция Семёна Шауцова «Энергия життя. Чарнобыль. 30 году» открылась в выставочной зале «Арт-просторы» на Толстого 7. Усяго представлено больше за 40 разноплановых творов. Пачуть картины Марка Шагала. У Витебским доме музея знакомитого мастака рыхтует уникальный проект для людей со слабым взроком. Теперь люди, которые не могут увидеть картины, смогут почуть их подробязное описание и зрозуметь, как выглядая экспозиция. З'явится навод и махчимость докрануться до мастацтва в литеральном сенсе. Некоторые экспонаты дома музея Марка Шагала можно будет поднимать в руках. Такое ноу-хау в першиню выкористовывается в Беларуси. Им используются только две установы краины – Национальный мастацкий музей в Минске и музей Марка Шагала в Витебске. Любой зритель, приходящий в музей, он на 80% воспринимает экспозицию зрительно. Человек незрячий, он воспринимает пространство совершенно по-другому. Нам необходимо создать такое комментирование экспозиции, чтобы они могли представить, что из себя представляет экспозиция, какие там размещены предметы, какого они цвета, какой они фактуры. То есть это описание того, что мы, люди зрячие, воспринимаем глазами. Супрацовники Витебского дома музея Марка Шагала подрактовали тексты экскурсии, уже готовые и оповядальные описания оригиналов картин. Так само вызначились и с экспонатами для тактильного контакта. Презентация первого проекта запланована на початок Снежня. А тем часом 9-й Междержавный турнир «Покидание молота» на призы серебряного призера Олимпиады у Пекине Вадима Девятовского стартовал в Новополоцку. У спаборництвах принимают удел больше 200 лёгкоатлетов с пяти краин. Их это абсолютный рекорд турниру за всю историю проведения спортивного форума. Подрабязности у Сергея Мисурагина. На Новополоцке турниры молотобойцев на призы Вадима Девятовского старт, який протягивает лету махшымыстю оценить свои силы и отрымать спаборницкую практику. Для самых юных лёгкоатлетов эта махшимость поглядеть на своих кумиру, а для дорослых, надея, выкона черговой норматив. Только Новополоцк на спаборництвах проставлены сборной командой у 56 человек. Готовились с огромным желанием, потому что для многих, особенно для маленьких детей, это как Олимпийские игры, потому что у них нету неофициальных соревнований, выездов нету, поэтому вот эти соревнования, это для них проверка самих себя. Удельники спаборництва спрашивают лидерство у некоторых взрослых категориях. Самым юным молотобойцем 10-11 годов, уже в первый день турнира новополоцкие кидальники заняли весь пьеды стал гонору. Не меньше выниковым чекается выступление дорослых спортсменов. Этот турнир определяет всю стратегию подготовки, он очень важен, и поэтому это большое счастье для тренеров, для спортсменов, что такой турнир покуда существует. На турнир на Прозы Девятовского импнутся проехать все белорусские кидальники молота. Это своего рода первенство краины, на яким частяком усталевываются национальные рекорды. В итоге турниры сходят еще в шоссе Советского Союза. Тогда с поборницей в Новополоцку были оглядом резерву сборной СССР. Спорт высших достижений сегодня не угасает. Сегодня, да, может быть, не самая успешная Олимпиада, но Иван Тихон, как раз метатель молота, своим примером показывает, как можно, преодолевая трудности, прийти к Олимпийской вершине. И такие примеры, конечно, вдохновляют нашу молодежь, ребят, которые приходят в секции по метанию молота в том числе, и вот куют свои маленькие победы. Кончатковые выники организаторы подведут в субботу. Переможцы учекают призы от национального Олимпийского комитета управления спорту и туризму Витебского Абл-Ваканкама. Сергей Мисурагин, Новины, Новополоцк. Фестивальный Витебск танцует Фламенко и Модерна. Международный форум сучастной хореографии АФМС-2016 ураживает не только разностайностью спектаклей и постановок. Все летает для танцоров богатое меню с майстер-классами на разных уст. Лепшие профессионные хореографы из Норвегии, Испании, Великобритании и Латвии провели танцевальные занятки для удельников и гостей хореографичного фестиваля. Некольки па освоила и наш корреспондент Настасья Броука. Горячая испанская музыка, яркие эмоции, складанный ритм. Навод профессионалам фламенко легко не дается. Иля Пшонка займается спортивными бальными танцами больше за 10 годов, а вот экспрессивную испанскую технику освоивая у першиню. Як признается молодой человек, фламенко вельми прыгожий, алей доволи складанный танец. Фламенко для меня что-то новое, что я хотел бы изучить, понять, как это все танцуется. Когда я первый раз танцевал, мои впечатления были, что это не так уж просто. Это очень хорошее владение термом. Сразу так не получится. Это одна из вот таких вот эффективнейших методик для обучения детей танцу. Они сразу же выдают, почти сразу, кто-то позже, кто-то раньше. Сразу выдают результат. То есть посмотрели и выдали. Обовязковая частка фестивальной программы АФМС – практичные майстер-классы. Уникальная махчимость для молодых танцоров отримать параду, открыв ее сучасной хореографии. Урок танцу от знакомитых и испанского хореографа Иевы Эрбобуэне притягнул увагу и начинок, и уже вядомых артистов. Фламенка – это все. Это техника, это эмоция, это способность передавать, это сила танца. Хочет обратить внимание на то, насколько вообще популярен известен танец фламенка и вообще, что о нем здесь знают и, может быть, показать какие-то основные начальные вещи. Каля 20 майстер-классы от лепших хореографов из усяго света, однак многие занятки проходят у один и той же час. Порушать законы физики одночасово присутничать на усих майстер-классах умеют у дельники студии «Вечный рух». Особливо популярны у танцоров из России занятки у стыля модерн. Профессийный хореограф Хорхе Крэкес из Великобритании пропонавал учням доследовать физичную властивость тела у партеры. У дельники майстер-класса поделились ураженями и расповяли про свои модерновые фишки. Много человек сюда приехало, и поэтому мы как-то разделились по разным мастер-классам, чтобы потом поделиться впечатлениями и хореографии, которую мы получили сегодня. Очень интересно, есть даже такие вещи, которые можно перенять для себя и использовать в своих постановках. Танцоры, которые профессионалы, мне кажется, они дадут именно опыт общения с другими профессиональными танцорами, а тем, кто новичок, может быть, хочет себя попробовать в чем-то новом, хочет узнать, какой стиль ему больше подходит. Мне кажется, это очень будет полезно. Все лета программа фестивалю вельми насыщена и спектаклями, и майстер-классами. Напереде глядачоу чекает яскравое шоу – финал международного конкурсу сучасной хореографии. Балет Яна и премьера спектаклю «Сын господара Пьеро» «Звинчы» Пермского театра балет Яугения Панфилова. А молодые танцоры смогут наведать ясчекаля 10-ти майстер-классу профессиональных хореографов из разных краин свету. Настасья Броука, Александр Прыставка, Новины, Витебск. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся, а прогноз на двор я представляю газета Витбичи. Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета Витбичи всегда пишет о самом главном – Витбичи. Для меня и для тебя. Подпишись сегодня. У ближайшие сутки у Витебской области будет облачно. На большей части территории короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. Ночью ранится и на дорогах гололедится. Ветер заходный 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 4, плюс 1. Максимальная днем плюс 2, плюс 7. У Витебску в облачно опадки, мокрый снег и дождь. Ночью ранится и слабый туман и гололед на особных участках дорог гололедится. Ветер заходный 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью 0, минус 2, днем плюс 2, 4.